Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Всё о балтийской сенсации. На дне моря лежит НЛО. Мы смели песок с объекта и увидели, что у него гладкая чёрная поверхность. Звёздные врата. Что происходит в Бермудском треугольнике? Авария ракетного комплекса произошла именно когда лодка вошла в Бермудский треугольник. Сенсационные итоги экспедиции. Неизвестная форма жизни в Каспийском море. Мой отец в одной из своих рыбалок выловил в море необычное существо. Это было существо женского пола с небольшой грудью. Охота на моряков. Как размножаются русалки? Нижняя часть тела не покрыта чешуёй и на самом деле не является рыбьим хвостом. Принято считать, что об окружающем мире мы знаем практически всё. В море – рыбы, в небе – птицы, на земле – человек. И если мы захотим, то любая загадка будет разгадана. Однако так ли это на самом деле? Выясняется, что нет. И даже, казалось бы, самый простой вопрос может поставить тупик. И наука беспомощно разведёт руками. Совсем недавно мировые телеканалы облетели сенсационные и загадочные кадры. Запечатлённое на них поражало воображение. На дне Балтийского моря водолазы обнаружили нечто похожее на летающую тарелку. Причём на этот раз речь шла не просто о снимках, а о том, что можно было потрогать руками. Весь учёный мир, затаив дыхание, ждал продолжения. Что это? Корабль пришельцев? Летающий диск времён гитлеровской Германии? Или секретная подводная база? Таинственный объект на дне Балтики был найден случайно. Команда профессиональных ныряльщиков под руководством Денниса Аспарана возвращалась с очередного рейда. Они исследуют затонувшие корабли. Если груз погибшего судна представляет интерес для науки или коллекционеров, водолазы организуют экспедицию по подъёму старинных предметов. Когда мы находим корабли, мы ожидаем, что найдём груз, который сможем продать. Например, шампанское или коньяк. Но в данном случае мы нашли что-то странное над ним. В тот день они находились в Ботническом заливе между Швецией и Финляндией. Вблизи этого места не должно было быть никаких потопленных кораблей. Рельеф дна здесь ровный. На сонар Деви рассмотрели скорее по привычке. Внезапно на мониторе возник объект. Настолько странный, что водолазы не поверили своим глазам. Он имел форму идеального круга диаметром 60 метров. Предмет залегал на глубине 84 метра. И своим видом напоминал инопланетный корабль из фантастических кинолян. Я никогда не видел ничего подобного. Я видел много странных вещей на нашем сканере. Корабли, субмарины и многое другое. Но я никогда не видел ничего подобного. Рядом с объектом виднелась 300-метровая полоса, будто он пропахал борозду при падении на дно. Команда Аспарана была потрясена. Помню, как Питт сказал, что мы нашли НЛО. Я посмотрел на картинку и понял, что никогда не видел ничего подобного. Это был поразительный для нас момент. Участники экспедиции поняли. Если они хотят раскрыть тайну, им потребуется помощь. Они опубликовали показания Сонара, чтобы узнать мнение самых разных специалистов. Это может быть вулкан, может быть метеорит, может быть газовый пузырь. Но это может быть и построенная штука из времен доледникового периода. И, конечно, это может быть НЛО. Но даже именитые ученые не могли объяснить происхождение объекта. Вернее, все версии были за гранью науки и фантастики. Ясно было одно. Необходимо как можно скорее исследовать его вблизи. Мы решили вернуться к нему и использовать многолучевые и сонарные сканеры, а также дайверов, чтобы исследовать этот объект. Там очень плохая видимость. Но очевидно, что это очень странное. Экспедиция, вооруженная до зубов новейшими приборами, выдвинулась в район дислокации артефакта. Они все ближе к ответу на вопрос, что же это такое. Больше всего объект похож на летательный аппарат дисковидной формы. Такие аппараты видят в небе. До сих пор исследователи не знают, что это. Новейшие сверхсекретные разработки или аппараты пришельцев из иных миров. Неужели в Балтике потерпел крушение один из таких аппаратов? Одним из тех, кто первым попытался объяснить сенсационную находку, стал российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Борис Родионов. Он считает, что прежде чем выдвигать инопланетную версию, стоит рассекретить все архивы, связанные с созданием и испытанием летательных аппаратов дисковидной формы. Информации об этом очень мало. Известно только, что летающие тарелки, передвигающиеся в пространстве на совершенно иных принципах, начали разрабатывать еще в фашистской Германии. Однако все разработки, документацию и опытные образцы были вывезены в США, и там их следы потерялись. И, возможно, сегодня на дне Балтийского моря найдено первое вещественное доказательство испытаний таких летающих тарелок. Однако это только гипотеза. Бывают военные секреты, которые выгодно держать как можно дольше, сохранять. Тогда другие страны еще даже и не знают об этом, а ты уже создаешь новое оружие, например, ну вот такие тарелки, которые могли стартовать из-под воды, как я вам рассказывал, да, облетая весь зерной шар, доставляя там бомбы куда надо. Ряд историков утверждают, что секретная база этих аппаратов находилась во льдах Антарктиды. И именно эти тарелки видел американский контр-адмирал Ричард Бёрд во время карательной операции ВМС США, которая проходила у берегов шестого континента в 1946-47 годах. Согласно отчету контр-адмирала, неизвестные аппараты дискообразной формы внезапно атаковали и разбили американскую эскаду. Правда, отчет этот замяли. Бёрду никто не поверил. Уж слишком фантастичной показалась картина, которую представил адмирал Бёрд. Когда его бразить себе не могли, что из-под воды могут вылетать какие-то аппараты, тогда просто не было такой техники ни в одной стране мира. И, наверное, считали, что что-то он там это... Вообще эти люди какой-то бред несут в связи с тем, что вот неудачно закончился этот поход в Антарктиду. Адмирал Бёрд в докладе утверждал, что тарелки взмывали прямо из-под воды и с бешеной скоростью носились вокруг. Возможно, сегодня балтийская аномалия может послужить доказательством правоты американского адмирала. Профессор Родионов долго вел переписку с наследниками членов команды Бёрда и пришел к выводу, что с точки зрения физики старт из-под воды – задача вполне реальная. Сопротивление воды, оно легко преодолевается. Если у вас накачано газом, и вы этот газ начинаете выпускать вот этих воздушных микропузырьков, оно сразу улучшит скорость подъема из воды и потери уменьшит на трение воду этого тела. Оно у вас вылетит, как пробка из бутылки на большую высоту. Профессор Родионов рассчитал, что скорости таких аппаратов могут быть почти космическими. Такие тарелки способны вылететь в высшие слои атмосферы. Со скоростью даже сверхзвуковой она может огибать, скажем, земной шар весь, потому что в стратосфере там воздухосопротивление маленькое. Поэтому вот этой начальной энергии, связанной с вылетом из-под воды, будет достаточно, чтобы совершать кругосветные путешествия. Профессор Родионов считает, что сенсационная находка в Балтийском море возможно поможет ответить на вопрос, что за загадочные дисковидные объекты атаковали американскую эскадру. 300-метровая посадочная полоса на морском дне. Быть может, первое материальное доказательство того, что подводные базы летательных аппаратов, кому бы они не принадлежали, это не выдумка, а реальность. Команда специалистов уже на месте, где они увидели странный объект на экране. Данис Аспаран руководит погружением водолазов с борта корабля. У членов экспедиции чувство, что они стоят на пороге открытия века. На этих уникальных кадрах подводной съемки видно, как дайверы подходят все ближе к странному предмету. Сейчас мы увидим, что скрывает бездна. Но когда до артефакта остается около 200 метров, электронное оборудование внезапно дает сбой. Внезапно перестали работать лампы и другие электроприборы, и мы решили проверить, нет ли каких-то странных сигналов в эфире. И мы нашли сигнал, который исходил из окрестностей этого объекта. Это был очень странный сигнал. Когда мы поговорили об этом со знающими людьми, они сказали, что сигнал относится к российскому флоту. Как это все понимать? Версии разошлись. Одни эксперты думают, что здесь затонула сверхсекретная советская подводная лодка, обнаружить которую американцы тщетно пытались с 1972 года. Другие считают, что объект может быть нацистской противолодочной защитной системой. Тем не менее, погружение решено продолжать. А между тем, наверху у Денниса тоже накаляется обстановка. Рядом с нами было много военных кораблей. Через некоторое время приплыл шведский военный корабль. Они очень интересовались, что же мы тут делаем. Это было довольно странно. Что нашли на дне Балтийского моря? Мы смели песок с объекта и увидели, что у него гладкая черная поверхность. Откуда в Байкале подводные гиганты? Говорили, что рост был больше трех метров у этих флангистов. Эти уникальные кадры впервые демонстрируются в России. Еще немного и водолазы смогут буквально пощупать таинственный объект на дне Балтики. Что они увидят? Запчасти с символикой Люфтваффе? Люки с красными звездами? Или бортовой номер с надписью «Сделано на Марсе»? И вот, наконец, исследователи достигли цели. Похоже, это не было кораблем. Но то, что они увидели, просто поражало. Это выглядело как конструкция. Как строение на каменной платформе. Что-то очень странное. Его просто заметить. Оно выглядит бетонным. Поэтому мы и решили, что оно бетонное. Объект выглядел монолитным, мертвым и безжизненным. И прежде всего, явно искусственным. Мы смели песок с объекта и увидели, что у него гладкая черная поверхность. Водолазы попытались взять пробу с объекта. Не без труда, но удалось отколоть образец, который подняли наверх. Но, похоже, погружение породило еще больше вопросов, чем ответов. Экспертиза показала, что взятый с поверхности образец это базальт со следами сожженной органики. Израильские ученые были озадачены результатом. По их словам, такой материал можно было найти в современном строительстве. Например, из соединения базальта и стали делается арматура для небоскребов. Но как он оказался под водой и сколько пролежал, непонятно. И что породило огонь, подпаливший этот объект? Кроме того, просмотр видеосъемки спуска под воду показал, что и вокруг тарелки имеются странные подпалены, похожие на очаги воздействия сверхвысоких температур. Любопытно то, что история с этой сенсационной находкой, которая начиналась как увлекательное путешествие в мир подводных тайн, внезапно прекратилась. Что за таинственный объект обнаружен на дне Балтийского моря? Ответ, который казалось получить было так просто, судя по всему, сегодня оказался под грифом секретно. С группой подводных исследователей сейчас работают офицеры военно-морских сил Швеции. И они больше не дают империи. Между тем, Балтийское море не единственное место, где странные объекты неизвестного происхождения очевидцы наблюдают много лет. Озеро Байкал. Его дно на 1160 метров ниже уровня Мирового океана, что делает его глубочайшим озером планеты. Байкал протянулся с северо-востока на юго-запад в форме полумесяца на 620 километров. Это гигантский резервуар с пресной водой. И именно это придает ему стратегическую значимость планетарного масштаба. Исследователи утверждают, что это озеро один из самых неизученных и загадочных районов нашей планеты. Есть сообщения о том, что здесь якобы повышена активность НЛО, других каких-то явлений. Многие тайные, ну, загадки как-то связаны с самим Байкалом, имеется в виду, с его подводными глубинами. В июле 2010 года гид-проводник Наталья Деревяга находилась в очередной экспедиции по Байкалу. С группой исследователей природы она проходила по маршруту вдоль озера. Вечером было решено разбить лагерь и остаться на ночлег. Когда все уже спали, Наталья пошла погулять на берег Байкала. То, что она там увидела, осталось в ее памяти навсегда. На темной воде она разглядела внушительных размеров пятно, которое изнутри светилось необычным светом. Причем его не мог испускать фонарь или прожектор в глубине. Вокруг не было ни одного источника света и было непонятно, откуда этот свет. А на воде было такое пятно величиной со столешницу. Оно необычно колыхалось, то есть простое волнение на Байкале не могло давать такого колыхания. Оно хаотично двигалось двигалось и как будто щупальца амебы в разные стороны то растягивались, то опять сжимались. Ночь была темной и безлонной. Сквозь бледно-желтое пятно Наталья видела дно Байкала. Она отчетливо могла разглядеть камни, которые находились под толщей воды на глубине нескольких метров. Это свечение Наталья не может сравнить ни с чем и говорит, что забыть такое невозможно. Просто, конечно, было такое ощущение какое-то странное, что со мной общается Байкал. Наталья хотела разгадать тайну свечения, но приблизиться к яркому пятну было нереально. Потому что мы на обрыве стояли. Вот так с полчаса я постояла и ушла обратно в палатку. Свечение, в общем, непонятно. Утром его, конечно, не было видно. Никита Томин более пяти лет занимается изучением аномалий Байкала. За это время исследователь понял, что описания необычных явлений на озере совпадают даже у людей, незнакомых между собой. Поэтому сомневаться в их рассказах не приходится. Не так давно к Томину обратились коллеги. Они рассказали совершенно невероятную историю. Они сообщали, что в 2010 году они разбили лагерь на первой листвянке на берегу Байкала. Их было четверо человек. Вот. Разбили палатки и вечером двое из них уже спали, двое бодрствовали, смотрели на Байкала и увидели свечение в воде. Сначала члены экспедиции не придали этому значения. Однако с каждой минутой свечение увеличивалось и становилось ярче. Потом мужчины заметили, что в воде внутри светящегося круга кто-то есть. Они шевелились. Далее они рассказали, что они увидели фигуры, которые плавали в воде. Они были похожи на таких гигантских, ну не гигантских, больших людей. Примерно, может быть, 4 метра ростом. И они были, как они говорили, создавали впечатление, что своеобразно одеты были как аквалангисты, как дайверы. Но костюмы были необычные. Исследователи смотрели в воду как завороженные. Через некоторое время акванавты стали подниматься и выходить на сушу. Увидев гигантов, наблюдатели в панике бежали с места событий. На утро, набравшись смелости, они вернулись за вещами и снаряжением. Но ни свечения, ни акванавтов, ни следов их пребывания уже не нашли. Здесь свидетелем было 4 человека. Если это был глюк, это был общий глюк, вот, галлюцинация. Казалось бы, байка для привлечения туристов. Однако центральные газеты со ссылкой на ветеранов флота писали, что похожая встреча с их теандрами на Байкале была у водолазов военно-морской разведки в 1982 году. Однажды, на глубине 50 метров, группа из 7 военных водолазов увидела гигантских людей в серебристых скафандрах и сферических шлемах. Говорили, что рост был больше 3 метров у этих аквалангистов. Вот. Причем, почему-то они решили накинуть сеть на одного из этих гигантов, да, так скажем. Вот. И получились, чтобы... То есть, это существо, оно... То есть, был какой-то от него удар своеобразный, либо физический, либо этот какой-то был другой удар. Вот. От этого удара военные водолазы их выкинуло очень быстро из воды. После мгновенного подъема у всех семерых водолазов началось закипание крови. Они должны были немедленно пройти так называемую кессонную камеру, чтобы выжить. А якобы в ближайшей воинской части эта камера была рассчитана лишь на двоих человек. Удалось спасти лишь четверых из семерки. Справедливости ради надо отметить, что Северо-Байкальская база водолазной подготовки бойцов спецназа, откуда и могла быть семерка, этот случай опровергает. На глубине 50 метров, по словам военных, трудно вручную накинуть сеть на кого-либо, а стреляющих ею приспособлений у подводников нет. Но кто же будет открыто признаваться в гибели сразу трех бойцов? Либо те подводники не имели к Северо-Байкальску никакого отношения. Откуда под водой возникают странные аппараты? Очень велика вероятность, что на глубине, в океане у них есть свои базы. Что происходит в Бермудском треугольнике? Авария ракетного комплекса произошла именно когда лодка вошла в Бермудский треугольник. Никита Томин уверен любую информацию о подводных НЛО необходимо проверять самым тщательным образом. Часто люди по неопытности принимают за НЛО редкие природные явления. Но однажды Никита собственными глазами видел то, что не подчиняется законам природы. Мы фиксировали несколько ночей полеты светящихся объектов над Байкалом. Причем один раз удалось заснять это на видео. В других случаях мы видели это визуально заснять не удалось, но мы фиксировали приборами повышение электромагнитного фона со стороны Байкала. Вот то самое видео. Нечто непонятное висит на горизонте над Байкалом. Никита и его товарищи назвать наблюдения ничем иным, как появлением неопознанного летающего объекта не могут. Экспедиция стояла у нас примерно 4-5 дней, но два дня из этих 4 дней мы наблюдали объекты ночью. То есть два раза получается. Что это за объекты пока неизвестно. Однако недавно ученые в этом районе Байкала с помощью глубоководных аппаратов провели исследование дна и обнаружилось невероятное. Аппараты зафиксировали длинные, идеально ровные каньоны, похожие на искусственно вырытые коридоры, которые по предположению ученых могут уходить прямо под остров. Но если это искусственные сооружения, как они появились, для чего служили, а может быть служат и до сих пор? Из-за большой глубины изучить этот район досконально пока невозможно. Но очевидцы утверждают, что загадочные свечения воды наблюдают именно здесь. Может ли наука объяснить этот феномен? Профессор Родионов утверждает, что эти свечения вполне объяснимые физическое явление. Вот только его происхождение многим покажется фантастичным. Волнообразное движение поверхности тарелки, сопровождающиеся сонолюминесценцией, могло приводить к появлению таких светящихся картинок, красивых, которые видели моряки. Но если подводное свечение вызывают НЛО, то чем объяснить наблюдения, которые случились задолго до появления тарелок Третьего Рейха? Ведь первые сияния на воде были замечены еще древними мореплавателями. Или есть еще чьи-то летающие тарелки? Это те же самые умственные, умственного типа цивилизации, они могли существовать всегда рядом с нами и могли проявлять себя вот и таким образом, как свечение под водой или круги на полях или еще что-то такое странное до сих пор. Поэтому в общем-то чудеса это вещь вполне объяснимая. Биолог Кейт Джонсон исследует тайну одного странного явления. Регулярно она принимает участие в экспедициях местных сейсмоловей. На яхте они удаляются от Калифорнийского берега на 40-50 километров и делают замеры в воде. А к вечеру начинается нечто жуткое и необъяснимое. Уже много лет к нам во время этих замеров приплывают дельфины. Мы берем с собой большие пластиковые мячи, чтобы играть с ними. А на закате в сумерках перед нами появляются некие огни. Эти голубые огни возникают из-под воды. По словам Кейт Джонсон эти огни окружают катер со всех сторон. Обычно их 8 и они располагаются по два спереди, сзади и по бортам судна. Глубина на которой находится их источник, по оценке ученых составляет около трех метров. Каждое световое пятно имеет диаметр около двух метров. Огни обычно зависают так, будто их поддерживает что-то снизу. Один раз я видела, как огни сами по себе стали гаснуть после того, как эти объекты поднялись глубины на поверхность. Это было во время вечеринки на судне. Тогда был торжественный ужин, организованный для руководства компании, в которой я тогда работала. Так вот, огни появились из глубины, судно остановилось, и его не могли завести. Мы плавали на довольно большой яхте, длиной около 15 метров. Свет погас, затем включился от аккумуляторов, но все электроприборы по-прежнему не работали. В воде появились вот эти самые огни. Сначала они были голубые, потом зеленые, потом желтые, потом они снова стали голубыми, а в конце концов изменили цвет на красный. Затем они стали менее яркими. По наблюдениям Кейт Джонсон, обычно огни сопровождают яхту в течение двух часов. При их появлении обычно глохнет мотор, выходят из строя навигационное оборудование и любые датчики. По данным исследователей, все эти странные происшествия являются частью одного феномена. Его вызывают неопознанные подводные объекты. Мы увидели, как этот корабль или нечто похожее на корабль плыл вокруг нас, повернул направо и поплыл по каналу. Плыл он тогда между нами и островом Святая Каталина. Потом мы увидели, как примерно в 500 метрах от нас этот же объект взлетел в воздух. Был он круглой формы. Как только он поднялся в воздух из воды, все огни на нем моментально погасли. Он исследователь из Калифорнии Престон Деннет почти четверть века занимается изучением подводных НЛО. В ходе своих исследований он обнаружил, что под поверхностью океана активность неопознанных объектов ничуть не ниже, чем в небесах. На самом деле речь идет об одних и тех же объектах, которые вопреки нашим знаниям физики и аэродинамики передвигаются и в атмосфере, и на глубине. В большинстве случаев люди рассказывали мне о неопознанных летающих объектах, которые то погружались под воду, то выныривали и взлетали в небо. На данный момент мне удалось собрать около сотни историй людей, видевших неопознанные подводные объекты. Но чьи же это аппараты? Есть неоспоримый аргумент в пользу версии, что они не принадлежат нашей цивилизации. Оказывается, эти странные объекты начали наблюдать не вчера. Первые об этом сохранились даже в средневековом искусстве. В 13 веке есть гравюры японские, которые, я не знаю, делали монахи или кто-то такое, лодки японские и неопознанные летающие объекты в виде эллипса с вытянутой одной стороной. Видно, что они летают. Колумб видел неопознанные летающие объекты, когда он подходил к берегам Америки и записал, написал об этом, что вот какой-то странный светящийся комок сопровождал наши корабли. Как рассказал нам исследователь из Калифорнии биолог Престон Деннет, чтобы ответить на вопрос, когда в Америке появились первые сообщения о подводных НЛО, он поднял архивы и выяснилось, что упоминания о неопознанных подводных объектах встречаются еще в древних индейских легендах. В прессе же впервые они появились более полувека назад. Например, в 1956 году на пляже в Калифорнии загадочный объект видели сразу 30 человек. Очевидцы описывали большой диск диаметром около 15 метров ярко-оранжевого цвета. Светящийся объект спустился с неба, проскользнул по поверхности океана, остановился, а затем медленно стал опускаться под воду. Вокруг него пошли круги, а потом появились небольшие волны. Однако, несмотря на это, по словам очевидцев с берега, светящийся под водой корабль был хорошо различим. Среди наблюдавших это невероятное зрелище были члены береговой охраны, которые и вызвали местную полицию. Факт был зафиксирован в полицейской хронике. Несколько полицейских и местные жители также стали свидетелями этого происшествия. Таким образом, было около 20-30 очевидцев этого погружения, многие из которых действительно являются надежными, заслуживающими доверия. Все эти люди видели объект, который в конце концов полностью погрузился под воду и больше не всплывал. Затем появились корабли военно-морских сил, которые исследовали место с помощью различного, в том числе и радиационного оборудования, но ничего не смогли обнаружить. По мнению Престона Деннета, НЛО использует земные океаны как укрытие. У нас нет сегодня возможности погружаться на большие глубины. И для кораблей чужих это отличная возможность оставаться недосягаемыми. так некие корабли вполне могут находиться недалеко от мегаполисов и при этом незаметно вести свою деятельность. Очень велика вероятность, что на глубине в океане у них есть свои базы, потому что у нас есть несколько сообщений от людей, видевших одновременно не один-два подобных объекта, а 10, 20, 30, были даже очевидцы, видевшие одновременно сотни подобных НПО. Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но в одном из таких случаев это видело множество взрослых очевидцев, причем они наблюдали это одновременно из различных точек и не были знакомы между собой. По данным исследователей, сегодня на Земле находятся 140 подводных баз иной цивилизации. Из них 90 расположены на суше и порядка 50 под водой. Доказать существование этих баз практически невозможно. У армии или науки пока нет технологий для изучения подводных глубин. Единственные доказательства на сегодня исследования отдельных энтузиастов, наблюдения и рассказы очевидцев. Большие глубины пока еще очень мало исследованы. Кроме того, океан гораздо больше суши, поэтому в нем очень удобно основать тайную базу. Об этом же говорил один контактер с Кубы, которого похитили в Майами. Его зовут Филиберто Карденес. Он заявлял, что его похитили и поместили на базу, которая находилась на дне океана, где-то в Карибском море, неподалеку от Бермудского треугольника. Он рассказал об этом под гипнозом. По крайней мере, один случай, подтверждающий версию о том, что база инопланетян находится под водой, есть. Бермудский треугольник давно известен как аномальная зона. Там действительно происходят странные вещи. У корабля и самолетов отказывает навигация и связь. Неоднократно суда необъяснимым образом пропадали там навсегда или перемещались во времени и пространстве. И все, что происходит в Бермудском треугольнике, все, это воздействия НЛО, которые или выводят из строя приборы, позволяющие наблюдать и искать, или вытесняют просто-напросто своим энергетическим воздействием, самими помехами, или вообще все, что угодно. Игорь Курдин в прошлом командир подводного крейсера. Под его началом ходили три атомные подлодки. Одно время он также служил на печально известной К-219, которая погибла именно в Бермудском треугольнике. Но офицер считает, что причиной трагического происшествия была не мистика. А была конкретная авария ракетного комплекса и она началась задолго еще перед выходом лодки вообще в море за месяц. И то есть объяснять это тем, что вот были такие попытки, вот авария ракетного комплекса произошла именно когда лодка вошла в Бермудский треугольник. Поэтому с одной стороны моряки, они люди суеверные, конечно, но не настолько, чтобы пытаться все это объяснить какими-то мифическими, мистическими причинами собственно разгильдяйства, неумения, ну или просто стечения обстоятельств. Но, как известно, где тонко, там и рвется. Могла ли аномальная зона породить или форсировать аварийную ситуацию? Ученые высказывают мнение, что поломки техники в Бермудском треугольнике вызваны сильнейшими всплесками геомагнитной активности. Теоретически известно, что сильное электромагнитное возмущение в определенных условиях может вызвать искривление пространства и времени. Иными словами, открыть врата в параллельные меры. Как воевать с подводными пришельцами? Буш видел некий объект, который появился из океана и затем ушел обратно под воду. Кому принадлежат фантастические корабли? у этих объектов есть возможности, которые недостижимы для наших технологий. Доктор медицинских наук профессор Борис Островский опубликовал тщательно проработанную теорию объяснения аномалий Бермудского треугольника. По мнению ученого, все загадки в этом районе можно объяснить тектоническими процессами. Перед подводным землетрясением возникает инфразвуковая волна. Накануне землетрясений возникает инфразвук, но исток его, так сказать, иной. Там голос моря, когда трутся волны, а гребни волн. А во время в процессе тектонических процессов, когда гигантские блоки трутся друг от друга, возникает напряжение в горных породах. Ученые утверждают, что все эти явления с точки зрения физики легко объяснили. Животные слышат инфразвук и потому покидают опасные районы. А вот для человеческого уха эти звуковые колебания недоступны. Но это не означает, что они не отражаются на человеке. Инфразвук разрушительно воздействует на психику, порождает чувство страха и паники. Во время подводных землетрясений, когда вибрирует гигантская масса воды на громадном пространстве, колебания передаются в атмосферу, доходят самолетах в таких случаях теряют ориентацию. Что уж говорить о человеке. Инфразвук, когда колеблет воздух, он становится воздух неоднородным. То есть он характеризуется сжатиями и разрежениями, как любой звук. Плотность больше и меньше, больше и меньше. И на границах двух сред радиолуч преломляется или вообще рассеивается. поэтому самолет, летящий в такой атмосфере, он пропадает с экранов радаров. Существует гипотеза, что в результате электромагнитного воздействия меняется даже структура металла самолетов и кораблей. Возможно, в этом тоже следует искать причины катастроф. Что происходит? Изменяются вот эти электромагнитные процессы, они меняют физико-химические свойства материала, из которого этот самолет сделан. Они влияют на электронные системы достаточно сильно. Но прежде всего, конечно, это на материал, из которого самолет сделан. И может произойти даже изменение прочностных характеристик металла. И самолет просто разваливается в воздухе. Престон Деннет подробно изучал феномен Бермудского треугольника. Сам бывал там не раз и считает, что в нем действительно происходит нечто необычное. Конечно, некоторые феномены объясняются природными явлениями. Однако большинство случаев в Бермудском треугольнике по мнению исследователей можно объяснить лишь деятельностью неопознанных объектов. Эту версию разделяют и российские исследователи. По мнению ветерана подводного флота Владимира Ажажи в Пуэрториканской впадине, а это начало Бермудского треугольника, находится самая мощная база НЛО. И она не единственная. Вот эта база. Значит, такая же база в озере Байкал. Мы уже поднимали этот вопрос. Боже мой, там и глубины достаточно, там никто вообще не найдет. Так сказать, вот, теперь я хочу вам сказать, что это море Дьявола. Это примерно на той же широте, где и вот Бермудский треугольник, ну, это у берегов Японии, там, так называемое море Дьявола, где происходит то же самое. Так выглядит море Дьявола с высоты птичьего полета. Оно находится в акватории Тихого океана, между Японией, северной частью Филиппин и американским островом Гуам. Если соединить их воображаемыми линиями, то получится геометрическая фигура по своим размерам и пропорциям, напоминающая печально известный Бермудский треугольник. Но самое невероятное, обе зоны расположены вдоль 30-го градуса северной широты. Некоторые ученые уверены, это не просто совпадение. Дело в том, что море дьявола это Тихоокеанский брат-близнец Бермудского треугольника. Но это еще не все. Вдоль того же 30-го градуса северной широты находятся еще несколько крупнейших геопатогенных зон. Гибралтарский клип, афганская аномальная зона и гавайская аномалия. Любопытно, что все они равноудалены друг от друга на 72 градуса и образуют так называемый пояс дьявола. Еще японское правительство официально объявило море дьявола опасным для жизни и рекомендовало всем самолетам и кораблям обходить его стороной. Этот случай стал первым в мире, когда на государственном уровне была признана необъяснимая природная аномалия. Почему же в акватории море дьявола терпят крушение кораблей? Почему бесследно исчезают истребители и бомбардировщики? Совсем недавно в руки исследователей подводных аномалий попала вот эта видеозапись. На кадрах видно, как над морем дьявола зависает яркий мерцающий диск. Спустя некоторое время его сияние ослабевает, но через секунду вновь усиливается. После этого странный светящийся объект навсегда меркнет и исчезает. Военные на флоте видят НЛО и сообщают об этом в докладах. Они видят объекты, вылетающие из океана или влетающие в воду. Есть подтверждение эхолокаторов, которые фиксировали неизвестные объекты. Так что есть свидетельства и подтверждения. Точно ответить на вопрос, что за объекты парят у берегов Японии, ученые не могут. Но они считают, что, скорее всего, это какие-то пока не изученные причуды природы. Сторонники теории существования глубоководной расы уверены, таинственные феномены на море это не причуды природы, а сложные технические устройства для слежения за надводным пространством. Их выводят на поверхность высоко развитые жители океанских глубин, чтобы наблюдать за людьми. По уровню развития эти существа в несколько раз превосходят человечество. Поэтому на протяжении многих столетий им удается оставаться незамеченными. На просторах океанов и особенно в глубине огромные неисследованные пространства. Многие верят, что это инопланетяне. И есть даже теории, что под водой существуют базы пришельцев. Спутниковые карты морей, доступные в интернете, позволяют разглядеть на дне куполообразные структуры. Что это такое, совершенно не ясно. Так возникло предположение, что это некая площадка для парковки двух-трех сотен НЛО. Тем более, что в районе таких структур обычно фиксируется невероятная активность неопознанных объектов. Я видела множество НЛО в воде. Я видела их в Монтана Деора, рядом с Морребей. Монтана Деора это небольшая бухта, такой небольшой залив. Там я видела, как они взмывают воздух из воды. Мне кажется, у них там какой-то выход, некая взлетная полоса. По мнению канадского исследователя Антонио Хунеуса, пришельцы, если они, конечно, существуют, прибывают на Землю с определенными целями. И, конечно, им нужна база. Собственно, ничего фантастического в этом нет. Точно так же, пока с исследовательскими целями, ползает по красной планете американский марсоход. Идеальным местом для постоянной дислокации является именно океан. Сегодня известно довольно много вызывающих доверия свидетелей, которые не стесняются рассказывать о фактах наблюдения НЛО. Так, бывший верховный главнокомандующий чилийским флотом адмирал Мартинес Буш рассказывал об одном таком случае. Буш видел некий объект, который появился из океана и затем ушел обратно под воду. Этот объект был замечен на радаре, то есть он был обнаружен. И затем адмирал, а в те времена он наверное был лейтенантом, говорит о том, что капитан и его команда посмотрели друг на друга и стали решать что им делать. И кто-то сказал, что лучше о произошедшем особо не распространяться. К счастью, теперь ситуация изменилась и общественность все больше интересуется этим феноменом. Даже пилоты самолетов, генералы и полковники говорят о подобных случаях более открыто. Очевидцы отмечают, что неопознанные подводные объекты разнообразны по своим размерам и формам. Они не идут ни в какое сравнение с техникой, созданной человеком. Так сегодня самые быстрые подводные лодки не могут превышать скорость в 100 км в час. Возможно, существуют секретные технологии, но даже сами военные признают, что есть вещи, которые сегодня нам не подвластны. Был случай с японским кораблем. Члены экипажа увидели, как с неба в их сторону движется огненный шар. По крайней мере, им показалось, что это огненный шар. Он приблизился к ним и упал в воду. Затем он вновь взлетел из воды в небо. При этом он по-прежнему горел, светился. Это то, что мы пока не умеем делать. Мы не можем заставить ракету уйти под воду, а затем вновь взлететь в воздух. Очевидно, что у этих объектов есть возможности, которые недостижимы для наших технологий. Эксперты считают, что помимо воды для движения пришельца могут использовать силовое поле, которое позволяет им проделывать под водой немыслимые трюки. Объекты способны двигаться на скорости более тысячи километров в час. Многие видели, как диски или тарелки вылетали из-под воды с невероятным ускорением и устремлялись ввысь. При этом есть данные, что НЛО могут двигаться очень медленно и при этом бесшумно. У этих ребят есть корабли, которые способны зависать неподвижно в воздухе, затем уйти на дно моря, потом взлететь снова в небо. Люди рассказывали, что они видели, как НЛО несколько раз подряд опускался в водоем, а затем взлетал в небо. Люди рассказывали также, что они видели, как НЛО в небе двигался в паре синхронно с НЛО под водой. Таким образом, на обоих краях спектра их технологии сильно превосходят наши. Откуда приходят подводные пришельцы? Кто-то говорит путешествие во времени, кто-то говорит, что это путешествие из параллельного мира в наш мир. Как расшифровать сигналы квакеров? Вот этот источник звука начинал перемещаться вокруг подводной лодки. Однако не все исследователи считают, что в океане обитают непременно пришельцы из космоса. Анализ наблюдений показывает, что чаще всего летающие тарелки взлетают в воздух из-под воды. Но тогда чьи же это корабли? Не инопланетяне это. Это наши супланетники. Просто назовите их пришельцы. просто в наш мир пришельцы вполне возможно, что они путешествуют. Кто-то говорит путешествие во времени, кто-то говорит, что это путешествие из параллельного мира в наш мир. Кто-то говорит еще подводным или подземным царствам. И такое может быть. Просто это надо изучать. Неизвестная нам подводная цивилизация? Но разве может быть, что на планете тысячи лет параллельно существуют две расы. Как и зачем они живут там на глубине, если при их техническом превосходстве могли бы занять любой участок суши? Впервые фантастическая гипотеза о том, что морские глубины могут населять какие-то неизвестные человеку подводные цивилизации была высказана некоторыми учеными еще в конце 50-х годов. Причина была проста. Новая техника и средства изучения морских глубин дали неожиданную и шокирующую картину. Оказалось, что океан, который испокон веков человек считал безмолвным, ведет оглушительно громкую жизнь. Тысячи звуков и мелодий, душераздирающих криков и таинственных бормотаний. Все это удивляло, интриговало и пугало. Особенно встревожились военные, когда выяснилось, что подводные лодки во время боевого дежурства сопровождают таинственные существа. За характерные звуки им дали имя квакеры. Вот что рассказал нам капитан первого ранга Владимир Шигин, который принимал участие в секретной программе генерального штаба по изучению таинственных существ. Мы столкнулись с этой проблемой уже в 60-е годы, когда вошли в строй у нас такие подводные лодки 613-го, что-то 11-го проектов, дизельные лодки, но с достаточно уже относительно совершенными гидрокусетическими станциями. И когда лодки и наш флот вышел из закрытых морей, из Балтики, из Черного моря, вышел в океан, столкнулись с проблемой квакеров там. Капитану первого ранга Николаю Черкашину часто во время службы на АПЛ приходилось засыпать под эти шумы. Моя каюта на лодке находилась рядом с рубкой гидрокустиков, отделялась она просто такой символической фанеркой. И когда акустики уставали слушать шумы океана, они вот снимали наушники и включали динамики внешние, как бы громкую связь. Гидрокустики обратили внимание на странные повторяющиеся ритмичные звуки. Больше всего они напоминали квакания, за что и были названы квакеры. При этом они не имели ничего общего с голосами известных водных животных. Вычислить какое существо издает такие звуки, оказалось непросто. К работе были привлечены их теологи, морские биологи и другие специалисты. Но самым удивительным открытием для экспертов стало, что эти звуки были осознанными, словно существа их издававшие были разумными и пытались выйти на контакт. Вот этот источник звука начинал перемещаться вокруг подводной лодки. Если лодка меняла курс куда-то там, допустим, разворачиваясь куда-то в сторону, тоже меня у курса начинал ее преследовать. Иногда возникало впечатление, что, ну, как сказать, он чуть-чуть лимитирует выход в атаку. Это, конечно, очень нервировало командиров корабли. Медлить было нельзя. И тогда решением главкома ВМФ Советского Союза Горшкова при разведуправлении военно-морского флота была создана сверхсекретная группа, которая должна была выяснить, что такое квакеры и почему они преследуют наши атомные субмарины. Поначалу в качестве основной версии было выдвинуто предположение, что это дело рук американцев. Назревала серьезная контрразведывательная операция. Ухватить за радиопоплавок военную разведку США было делом чести. И вскоре в обстановке строгой секретности в район обитания квакеров был отправлен в экспедицию разведывательный корабль. Искали долго, прочесали половину мирового океана, но ни один квакер обнаружен не был. А потом выяснилось, что квакеры для американцев такая же головная боль, как и для нас. И страхов у них было не меньше нашего. С квакерами впервые столкнулись американцы во время битвы за Атлантику. Это 1942-1943 год. Гидрокустическая аппаратура у них была достаточно совершенная по тем временам. И они были очень испуганы, думая, что это немцы применяют новую аппаратуру какую-то изобретенную. Но когда по данным разведки узнали, что это не так, то были обрадованы и отложили эти исследования на послевоенное время. Техногенная версия оказалась несостоятельной еще по одной причине. Выяснилось, что квакеры слышат не везде, а лишь в определенных районах. Как только подлодка покидала эту территорию, звуки исчезали. Так что же это такое? Военные не исключали любых версий вплоть до инопланетных. Заговорили об инопланетянах, что, может быть, возможно, это какие-то инопланетные существа, у которых есть свои базы на дне океана, для которых морская среда, водная среда более привычная, чем воздушная. И вот они там прекрасно себя ощущают и пытаются изучать наши корабли, наши подводные лодки. И в конце 60-х годов при главном разведывательном управлении была создана группа специалистов, которые пытались анализировать все эти явления. Командиры практически всех советских подводных лодок докладывали в главный штаб ВМФ о встречах с квакерами. Часто подводникам удавалось зафиксировать эти сигналы при помощи эхолокаторов и даже записать их на аудиопленку. Эти записи моряки отправляли в территориальное управление разведки главного штаба ВМФ СССР. Там их изучал вот этот человек. Это Виктор Бережной. Именно он собирал информацию о неопознанных подводных объектах, изучал ее, а затем передавал данные в НИИ, океанографии и Государственный акустический институт. Запросили мы скажем тот же Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии в Москве. Отослали им записи квакеров, но не указали что это такое. Попросили проанализировать эти самые излучения. К нам пришел ответ, что к биологическим видам эти излучения никакого отношения не имеют. Оригиналы этих аудиозаписей до сих пор хранятся в архивах под грифом «Совершенно секретно». Виктор Бережной утверждает, за попытку сделать копию ему грозил трибунат, поэтому в его личном архиве сохранились только расшифровки уникальных записей. Диаграммы, изображенные на этих бумагах, и есть те самые расшифровки сигналов квакера. Сейчас вы видите эту уникальную запись. Сделана она 19 октября 80-го года. В 16.50 начало записи. Вот на этой ленте показаны записанные излучения квакера. То есть вы видите, каждый вот этот всплеск, это единичный импульс, который, как я уже говорил, имеет длительность около 5 десятых миллисекунды. если переложить эту диаграмму на пленку, то получится вот такой сигнал. Именно такие радиошумы слышали подводники, встречая в океане неопознанные подводные объекты. Квакер это широкополосный сигнал. Он получается, как если ударить молотком по деревяшке, особенно если она пустая внутри, то получается такой звук. Если учесть мощности и продолжительность излучения этих звуков, то они ни в какое сравнение не идут со звуками, издаваемыми живыми организмами. Сколько еще неизвестных форм жизни в океане? Это существо несколько раз погружалось и появлялось над поверхностью. Что за монстр водится в Канадском озере? Кадбурозавр не нападает на людей. После тщательных исследований гидроакустики НИИ океанографии прислали в управление разведки Северного флота официальное заключение. Оно до сих пор хранится в личном архиве Виктора Бережного. Результаты комплексного анализа не позволяют однозначно предполагать, что выявленные сигналы являются биологическими или искусственными. Видите, какая хитрая формулировка запутанная. Надо сказать, что таинственные обитатели морского дна активно вмешивали земные дела и порой становились весомым фактором международной политики. 28 ноября 1977 года на 32 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций премьер-министр Гренады Эрик Герри сделал сенсационное заявление, от которого просто кровь стынет жилы. Вот выдержка из выступления президента. НЛО вылетают прямо из-под воды рядом с нашими кораблями. Они преследуют суда и создают угрозу жизни моряков. Я сам видел летающую тарелку, которая угрожала нашему судну. Это невозможно забыть. Я призываю правительство всех государств рассекретить все имеющиеся материалы по изучению инопланетного разума и объединить усилия для того, чтобы обеспечить безопасность человечества. Услышать такое из уст президента согласитесь удается нечасто. Сенсационное выступление президента Гренады обсуждалось, но уже за закрытыми дверями. Известно, что по итогам был подготовлен проект резолюции ООН, согласно которой изучение подводных призраков должно было проводиться под обязательным международным контролем. Однако неожиданно вмешался постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Эндрю Янг. На резолюцию об изучении неопознанных подводных объектов он наложил вето. Сегодня, спустя 30 лет можно с уверенностью сказать, правом вето Янг воспользовался сразу после того, как получил телеграмму. Ее текст был рассекречен совсем недавно. В телеграмме написано «Заблогировать инициативу ООН любой ценой». И подпись «Президент США Джимми Картер». Решение президента США поставило в тупик мировое сообщество. Если бы резолюция ООН вступила в силу, то уже в конце 70-х ученым, может быть, и удалось найти ответ на вопрос, кто эти таинственные морские пришельцы. И все-таки США в самой жесткой форме пресекли такие попытки. Почему? Видимо, была веская причина. Многочисленные данные, которые поступали от подводников вплоть до конца 80-х годов изучали разные эксперты. Согласно одной из их гипотез, квакеры – результат деятельности именно подводных НЛО. И с помощью таких звуков они охраняют свои подводные базы. Я хочу сказать, что эти квакеры – это технически организуемые защитные пространства, которые организуют вот эти резиденты, эти НЛО с помощью иного разума для того, чтобы изгнать, выдавить из этого места, так сказать, вот тех, кто интересуется им. Вот что такое квакеры. Но все же большинство серьезных исследователей считает, что источником странных звуков является биологический объект. Оставалось только выяснить, что же он собой представляет. Дело в том, что ни один из известных ученым обитателей океана не мог издавать такие звуки. Голоса тех же китов и косаток, они совершенно ничего общего с кваками не имеют, но это ничего не значит, что, ну, может быть, есть какие-то еще неизвестные биологам животные. Но что это могли быть за существа? Ученые предположили, что либо гигантские кальмары, либо вообще доисторические реликтовые животные, которые сегодня не изучены. Однако о них довольно много устных свидетельств. Предположили, что это могут быть зиглодоны, вот такие тоже древние, почти что ископаемые, да, змеобразные существа. Джейсон Олтон, вице-президент клуба криптозоологии канадской провинции Британская Колумбия. Более десяти лет он занимается поисками подводного монстра Кадди. По рассказам, вблизи этого побережья Тихого океана водится странное чудовище, гигантский зубастый змей. За годы исследователей Олтон собрал более 30 свидетельств о встречах с ним. Но вот недавно ему самому невероятно повезло. Во время прогулки по пляжу исследователь сам увидел это создание. Я смотрел вдаль, как вдруг заметил недалеко от берега крупную голову. Честно говоря, я даже ахнул от неожиданности. За головой на длинной шее было отчетливо видно три горба. Это существо несколько раз погружалось и появлялось над поверхностью. «Я не верил своим глазам». По словам исследователя, существо, которое он видел своими глазами, очень похоже на описанное очевидцами. Змеевидное тело было бутылочного цвета, очень быстро передвигалось в воде. Все это и впрямь выглядело очень странно, потому что голова действительно напоминала лошадиную, как мне говорили многочисленные наблюдатели Кадди. Встреча длилась недолго, не более минуты. По словам Ултона, змей Кадди очень быстро передвигался в воде. Размеров он был внушительно. Как мне показалось, порядка 6-7 метров в длину. Но на самом деле бывают и больше. Мне рассказывали о 10-ти и 20-ти метровых существах. Так что я, вероятно, видел достаточно молодого Кадбурозавра. По данным Джейсона Ултона, эти существа определенно являются хищниками. Так некоторые очевидцы ему рассказывали, что видели Кадди за охотой. В одном случае океанский монстр ловил лосося, в другом гонялся за тюлением. Но чаще всего его наблюдали за поеданием птиц. Он одним махом заглатывал пару-тройку зазевавшихся уток и чая. Некоторые очевидцы описывали зубы, которые были видны в открытой пасте. Я думаю, что Кадди в основном ест рыбу. В водах, где он живет, водится лосось, мелкая рыба, креветки. Он может питаться и водорослями. Однажды его видели за поеданием утки. Это нечастый случай. Иногда даже чайки. Его видели около чаек. Чтобы не было на поверхности воды птицу или мелкое млекопитающее, он легко может приподняться и схватить добычу. Криптозоолог Адам Магер считает, что для людей это хищное существо не опасно. Человек как пища для Кадди совершенно не интересен. По крайней мере у исследователя нет ни одного свидетельства о нападении на человека. Кадбурозавр не нападает на людей. Есть одна история о человеке, который выстрелил в утку с берега. У него была весельная лодка, чтобы доплыть до утки и забрать ее. Она была в воде. Но прежде чем он добрался до нее, из-под воды всплыл Кадди и схватил утку, а потом исчез обратно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Минимальная длина такой вот рыбки составляла 24-25 метров. А ширина пасти была около двух метров. То есть автомобиль Жигули спокойно туда как бы въезжал. То есть она его могла проглотить абсолютно элементарно. Впервые останки гигантской акулы мегалодона обнаружили в районе Марианской впадины. Но настоящая сенсация была впереди. Когда сделали анализ доисторического зуба выяснилось, что ему всего несколько тысяч лет. По меркам земного возраста это почти вчера. В это время шумеры уже вовсю пишут свои таблички. Египтяне тащат первые камни для строительства своих пирамид. А древние мегалодоны, которые должны были согласно нашим представлениям исчезнуть с лица земли еще два с половиной миллиона лет назад все еще живы. А может быть они живы до сих пор? Как и многие виды, которые сохранили себя в недоступной человеку морской глубине? Все те виды животных, которые там были обнаружены, они все являются потомками тех самых древних животных, которые еще миллионы лет назад адаптировались к тамошней среде. Однако канадский монстр скорее всего глубоководный, но не доисторический обитатель. По мнению Адама Магира, змей Кади сегодня может жить около 30 лет. Свои выводы он сделал на основе показаний очевидцев. Они рассказывают о том, что видели не только больших, но и маленьких как барозавров. Иногда этих существ видят плывущими бок о бок подвое. Чтобы выжить, им необходимо спариваться с другими представителями того же вида. Должна быть небольшая популяция, быть может порядка 100 или 200 особей, для того, чтобы они могли выжить и еще при этом попадаться людям на глаза. Помимо рассказов очевидцев, большинство из которых вызывают доверие, есть только одно свидетельство существования карбарозавра. Серия фотографий уникального создания была сделана в 1937 году на китобойной станции острова королевы Шарлотты. Фотография известна под названием «Остатки Нейден-Харбор». В те времена, в 30-х годах прошлого века, был очень развит китобойный промысел. И однажды был пойман кашалот. Это очень большой кит, известный тем, что ест практически все, рыбу, кальмаров. И так поймали этого кита. И когда вспороли ему брюхо, вот это странное существо вывалилось из кита. Некоторые считают, что это и есть кадди. Кадбуразавр. Где прячется параллельная цивилизация? Там может вообще существовать какая-то цивилизация. пройдет. Откуда в Каспийском море русалки? Мой отец в одной из своих рыбалок выловил в море необычное существо. Это было существо женского пола с небольшой грудью. На фото отчетливо виден очень широкий хвост, длинный позвоночник, который может образовывать бугры, плавник и длинная голова, которую часто сравнивают с лошадиной или верблюжей. На конце хвоста у него судя по всему ласты и небольшие передние ласты у основания шеи. Очевидец присутствовавший при извлечении его из желудка кита сообщал, что длинное туловище было покрыто шерстью за исключением спины, на которой имелись роговидные пластинки. Я брал интервью у кузнеца, который там был, и он смотрел на это и касался этого. Это невероятная фотография, четкая фотография. Он сказал, что животное было покрыто белесой пленкой, поскольку оно находилось в первом желудке кашалота. Но это было самой странной вещью, которую он когда-либо видел. Это не было двумя животными, у него была странная голова и длинное тело. Как удалось выяснить криптозоологу, останки этого загадочного животного были отправлены на исследование канадскому ученому в город Виктория. Там они и пропали. Вероятнее всего от этого существа избавились. Сегодня у ученых, к сожалению, при наличии новых возможностей нет предмета для генетических исследований останков монстра. Это животное должно было оказаться в музее Виктория. Но потом мы узнали, что оно оказалось в банке с формалином в Бельвью. Его показывали людям, предлагали прийти и посмотреть на молодого морского змея. Оно было там порядка недели, а потом его повезли куда-то еще. Но доехали только кусочки его. Само существо на самом деле исчезло. Мы всегда думали, что кто-то забрал эту голову. Может быть, сейчас у кого-то есть этот череп. Мы хотим найти этот череп. Это многое прояснило бы. До середины 20 стематизировать сообщения о неизвестных животных и рыбах. Впервые это сделал французский зоолог Бернар Эвель Манкс. В 1955 году вышла его первая книга «По следам неведомых животных». Она произвела настоящую сенсацию и привела к созданию международного общества криптозоологии. Сегодня криптозоологи занимаются научными исследованиями в области таинственных животных. Так написано у них в уставе. Земля существует столько времени она существует миллионы лет. Там чего только не может быть у нас под ногами буквально в этом гидрокосмосе. Вплоть до того, что там может вообще существовать какая-то цивилизация параллельная наша. Сенсационное видео сняли американские туристы под израильским городом Кирьят-Ям. На камнях отдыхало странное существо похожее на русалку. А эти зловещие кадры сделаны из батискафа у берегов Гренландии. Ученые были атакованы жутким созданием похожим на человека. Это произошло после того, как они закончили исследование с помощью сонаров, приборов, которые считаются опасными для подводных млекопитающих. Неужели ультразвук оказался невыносим и для этих тварей? Или они откликнулись на него? Но кто же это такие? Сумрачных созданий называют сирены, наяды и ундины. Разные народы мира описывают их почти одинаково. Получеловек, полурыба с бледной кожей. Они наделены мистической властью над людьми. Их пение сводит с ума. Это материальные плотные тела наподобие нашего, возможно, млекопитающего, потому что женщины описывают всегда с грудью, всегда описывают с волосами, с глазами, с ртом, с носом и так далее. Только нижняя часть туловища описывается типа как рыбий хвост. Не говорит, что у них есть ноги. Что скрывается за этими рассказами? Оптические иллюзии или неизвестная форма жизни? В погоне за чудовищем мы отправляемся в Азербайджан, на побережье Каспийского моря. В последнее время именно здесь их воочию наблюдали несколько раз. Иранцы называют это существо Рунаншах или Повелитель Львов, а азербайджанцы Супери, то есть водная красавица. В Баку мы встречаемся с краеведом Актаем Рзаевым. По его данным, чаще всего морскую деву видят в приграничных с Ираном районах Каспия, Лянкаранском и Астаринском. Именно здесь мы и начинаем поиски очевидцев. По рассказам Каспийская и не превышает в длину полутора метров. Глаза большие, а руки с перепонками. Рыбаки в этих селениях говорят, что она жила в море всегда. Вот я уже 80 лет здесь живу. Мои отцы и деды, прадеды, жили здесь в конце 17-го столетия. Они жили здесь. Но просачиваются слухи, что мы там видели, то-то мертвую видели. Причем наблюдали как женскую, так и мужскую особь. Загадочного Ихтиандра встретила этим летом целая семья туристов, незнакомая с местными легендами. Когда он приблизился на расстоянии 20-30 метров и уже появились у него конечности, они увидели темного, темно-бурого цвета, блестящего, человекоподобное существо, лицо не могли разглядеть, так как были страшно испуганы. Похватали свои пляжные костюмы и убежали в сторону. Похоже нам повезло и мы нашли человека, который видел Рунан-Шах своими глазами. Бео Кага Бядалов отчетливо помнит, как однажды его отец принес домой невиданное существо. Когда мне было примерно 14-15 лет, мой отец в одной из своих рыбалок выловил в море необычное существо. Примерно по пояс у него был рыбий хвост. Рыбий это вертикальный, а горизонтальный, как у дельфина. А все остальное было как у человека. Это было существо женского пола с небольшой грудью. Волосы были очень длинные, темные. Русалку поместили в ванну с морской водой во дворе дома. Там она пробыла три дня. Все это время вокруг нее толпился народ со всего поселка. Местные мальчишки во главе с Бео Кага дни напролет торчали возле этой ванны. Правда, прикоснуться к морской красавице никто из них так и не рискнул. У нее примерно вот такие руки были сантиметров 60-70 с очень длинными ногтями. Поэтому мы тогда еще дети боялись до нее дотронуться. Нам казалось, что она может нас сильно расцарапать своими ногтями. Как давно в океане живут разумные существа? Сидела женщина, расчесывала волосы, потом прыг и уплыла. Как поговорить с их теандром? Конечно, я общался со множеством свидетелей, видевших их своими глазами. По воспоминаниям Беокага, в длину морская пленница была небольшая, примерно метр двадцать сантиметров. Вот такой была, вот такой. Ее пытались кормить рыбой, но она отказывалась принимать пищу. Все время водная дева проводила под водой и на воздух почти не выныривала. С ней пытались заговорить, но русалка не издавала никаких звуков. По словам Беокага, она была просто сильно напугана, потому что люди постоянно глазели на нее. Со дна она вот так за нами наблюдала. То есть это существо боялось или стеснялось над водой перед людьми показываться. Беокага Бедалов говорит, что тогда, в конце шестидесятых, в районе их поселка русалки часто попадались рыбакам на глаза. Его отец, Дед и их товарищи рассказывали, что водные красавицы любили отдыхать в солнечную погоду на камнях, выступающих из воды. Раньше здесь очень много было островов временных, типа вулканических. Эти русалки из моря на камни вылезали даже не по одной, две, а целые стаи от пяти до восьми и грелись на солнышке. Уровень моря немного поднялся и камни затопило. Супери считались мирными существами. Их в деревне не боялись. Но если сети были разорваны, рыбаки были уверены, что это работа подводных шалуней. Кстати, на порванные сети рыбаки жалуются и сейчас. Значит ли это, что русалки на Каспии по сей день существуют, только больше не показываются людям? Но кем же на самом деле являются эти создания? По мнению белорусского криптозоолога Михаила русалки являются одной из самых древних цивилизаций на Земле. Они всегда жили параллельно с нами. Скорее всего, люди и дальше считали бы их вымышленными персонажами. Однако плохая экология заставила их активизироваться. Видимо, они люди все-таки разумные и по каким-то причинам могут приплыть туда, могут приплыть туда. Где-то они специально красуются перед человеком. Вот часто видят русалку сидящую на берегу расчесывающую волосы. Так ее фиксировали в древности часто. И современные жители тоже так часто описывают, что сидела женщина, расчесывала волосы, потом прыг и уплыла. Ну, видимо, может быть, они вот так завлекают парней наших. Титулованный фридайвер, многократная чемпионка мира Юлия Петрик, больше нас знает о глубине ее обитателя. Она рассказывает невероятный случай, который произошел с ней на Канарских островах. На Канарских островах я первый раз ныряла в пещерах, в таких больших гротах, где очень красиво льется свет, и вот ты ныряешь куда-то в темноту, а потом выныриваешь к свету. Это все очень красиво. И вот когда я нырнула, первый раз оказалась там в закрытом пространстве, в темноте, и потом начала выныривать, увидела там где-то далеко свет, и вот я увидела четко совершенно вот эту скала и очертание между двумя скалами очертания русалки. Я так долго на нее смотрела, ну вот абсолютно реально, когда я вынырнула, у меня, наверное, совершенно были сумасшедшие глаза, потому что все подплыли ко мне, что там, что было. Я тут же подышала, нырнула снова, но я больше ее не видела. Бевикадабидалов вспоминает, что вся верхняя половина русалки была как у обычной девушки. Никаких особых отличий он не заметил. Пальцев на руках было пять, а лицо у морской девы было очень красиво. Эта история закончилась предсказуемо. О существе доложили куда надо. На собрании рыбаков решили, что нужно сообщить об этом улове местным властям. После этого сюда прибыла бригада на вертолетах, то ли из нашего института зоологии, то ли даже из Москвы, не знаю. Я тогда маленький был, не понимал, о чем это. Красный вертолет был, помню. И вот это существо поместили в специальный чан и погрузили в вертолет. Тогда тут еще невозможно было на машине проехать, дороги плохие были по лошади. Наука отрицает существование полулюдей-полуры. А между тем даже у человека-амфибии, придуманного писателем-фантастом Александром Беляевым, был реальный прототип. История сохранила имя этого юноши, который в 17 веке жил на берегу Бискайского залива. Его звали Франциско Деловера Коса. Он умел дышать под водой. Пальцы рук и ног его имели перепонки, а спину покрывала чешуя. Как написано в церковных записях, 9 лет человек-рыба находился в заточении в монастыре францисканцев в бочке с морской водой. Правда, как свидетельствует летописец, однажды ему все-таки удалось сломать замок и таинственный Ихтиандр бежал в океан. Что же касается мифических русалок, то о существовании в природе длинноволосых женщин с рыбьим хвостом науке достоверно неизвестно. Ученые считают, что моряки принимают за них морских сирен. Это вполне реальные млекопитающие, которые внешне действительно имеют некоторое сходство с этими сказочными существами. Впрочем, некоторые ученые выдвигают совсем другую гипотезу. Вот, например, антрополог Вирджинского университета США доктор Рой Вагнер. Кстати говоря, очень приличный и серьезный ученый. Так вот, он считает, что русалки это еще одна пока малоизученная ветвь человекообразных существ. Водными гоминидами, как Вагнер предпочитает называть русалок, он заинтересовался в конце 70-х годов во время своих исследований в Папуа-Новой Гвинеи. Именно там, в провинции Новой Ирландии, ученый впервые столкнулся с историями о водных людях. У народов Новой Ирландии, которая представляет собой длинный и узкий остров в северной части Новой Ирландии, выходящей на Тихий океан, есть множество мифов и легенд о водных гоминидах. И, конечно, я общался со множеством свидетелей, видевших их своими глазами. Мифы и легенды об этих водных людях существовали здесь на протяжении тысячелетий. У каждого племени и народа, населяющего Новую Ирландию, есть свои названия для этих существ. Племя Барак, изучением которого я непосредственно занимался, называет их Рии или Арии. В другом племени, которое называется Сусуруна и обитает в бухте Елизаветы, мы также обнаружили множество историй об этих существах. Это племя называет их на своем языке словом Инкай. Как размножаются русалки? Нижняя часть тела не покрыта чешуей и на самом деле не является рыбьим хвостом. Куда ушли Атланты? Боги в древних мифах это как раз представители этой высокоразвитой цивилизации. В 1979 году один из жителей деревеньки Ромат отвел ученого к океану и пытался показать ему Рия. Мужчина сказал, что обычно они проплывают именно здесь в это время вечером и всегда поднимаются над водой, показывая свои руки, как бы давая понять, что они тоже люди. Он посмотрел вдаль за риф и сказал мне вот приближается смотри. Я посмотрел и увидел волну, под которой действительно угадывались какие-то существа. Мне стало очень интересно, я стал внимательно смотреть вдаль, но я не увидел четко самих существ. Я видел лишь как они разрезают водную гладь. В тот момент, когда они должны были вынырнуть из воды и показать свои руки, прямо перед нами вынырнула рыба-пила и распугала их. Они устремились назад в море. Зрелище потрясло ученого и поколебало его мнение о теории эволюции. С этого момента Рой Вагнер стал собирать сведения об этих существах. Оказалось, что легенда о них есть у каждого народа, который имеет выход к морю, океану или реке. Но особенно много подобных легенд в Африке и Арктике. Один мой друг, работавший в Африканской Гвинеи, рассказал мне, что ему рыбаки говорили, что они регулярно едят подобных морских существ, употребляют их в пищу. Мне об этом рассказывали, когда я работал в Новой Ирландии. По мнению доктора Вагнера, водные гоминиды, видимо, столь же разумны, как и мы. Поэтому не сильно стремятся к общению с нами. Они понимают, что может начаться охота и травля. Так что обнаруживает себя по чистой случайности или по какой-то веской одной им понятной причине. Есть и другие сообщения, достоверность которых я бы поставил под вопрос. Но это довольно интересные сообщения о юношах, вступавших с этими существами в любовную связь. Это очень похоже на традиционное представление о морских существах, таких как сирены, о которых мы знаем из древнегреческой мифологии и мифов других народов того времени. Но как это возможно, вступить в любовную связь с русалкой? Рой Вагнер утверждает, что разгадал этот секрет. По мнению антрополога, хвост русалки вовсе не хвост. Эти водные существа, как и другие приматы, вероятно, имеют нижние конечности и то, что между ними. Все это покрыто некой органической оболочкой, а ступни переродились в ласты. Анатомически у этих существ есть кости нижних конечностей, но они заключены в мембранную спинную оболочку, что в конечном итоге внешне очень напоминает рыбий хвост, потому что стопы образуют нечто вроде хвостового плавника, похожего на ласты. Однако нижняя часть тела не покрыта чешуей и на самом деле не является рыбьим хвостом. Это однозначно млекопитающее по своему строению. Эта версия отвечает и на вопрос о пищеварительной системе водных гоминидов. Стоит отметить, что об эротической охоте сирен на мужчин упоминали довольно уважаемые географы и путешественники. Вот что писал известный мореплаватель Генри Гудзон, находясь неподалеку от Новой Земли. Сегодня утром один из моей команды выглянув за борт, заметил русалку. Тогда он стал звать остальных и пришел еще один. Русалка между тем подплыла к кораблю совсем близко и внимательно разглядывала его. Немного погодя волна ее опрокинула. От пупка и выше ее спина и грудь были как у женщины. У нее была очень белая кожа, длинные черные волосы свисали назад. Нижняя часть ее тела завершается хвостом, как у морской свиньи или дельфина, но блестящим, как у макреля. имена матросов, которые ее видели Томас Хиллс и Роберт Раймер. Дата 15 июня 1608 года. Одно из самых интересных свидетельств о водных гоминидах представил антропологу Рою Вагнеру его студент Стив Джексон. Через 10 лет после Вагнера он работал в том же регионе в Папуа-Ново-Глинея. В отличие от своего преподавателя, ему удалось лучше рассмотреть папуасских их театра. Стив рассказал, что однажды он с женой был в своем доме в деревне Нокон. Дело было вечером и к ним прибежали местные крича «Идите быстрее сюда! На риф приплыла рыба Мэри!» Так они называли русалок на местном диалекте. Стив естественно бросился к берегу и увидел существо женского пола, которое, по его словам, было размером с корову. Женщина лежала на спине на камне и кормила грудью своего ребенка, младенца. Он сказал, что волосы у нее на голове начинались с середины черепа, с макушки. Я был удивлен и немного зол и спросил его «Ты идиот! Почему же ты не снял ее на видео?» А он ответил мне, что он снял. Но был уже поздний вечер и на пленке ничего не видно. Слишком темно. Таким образом, оказывается, русалки размножаются. Но как бы они ни рождались из икры и лилона матери, значит, они и умирают. Можно ли найти их тела? Как считает Вагнер, вероятнее всего после смерти тела русалок опускаются на морское дно. И сегодня у нас очень скудные данные о том, какими могли бы быть технологии и уровень развития этих существ. И все же, благодаря изысканиям отдельных ученых, знания о водных гоминидах сегодня даже можно систематизировать. Эти существа млекопитающие, дышат воздухом, их кожа синеватая, а черты лица похожи на человеческие. Конечности схожи с нашими, однако между пальцами есть перепонки. При этом водные обитатели приспособлены для жизни в море, которое предполагает подводное общение. Вероятно, у них есть для этого особые органы. Люди, которые изучали тело одного из таких существ, говорили, что они обнаружили выступ, выпуклость в лобной части черепа, с дырой в центре, похожей на ухо. Это очень похоже на то, что есть у белуг и многих других видов китов. Это одна из разновидностей нашего переднего мозга или церебрума. Оно является своеобразным рецептором для коммуникации под водой, гидролокации. Это позволяет им общаться между собой так же, как это делают киты и дельфины, с которыми они часто находятся в своеобразном симбиозе. Вместе мигрируют, добывают пищу под водой. По одной из версий, русалки являются потомками атлантов. Профессор Венского университета Кристина Пелех изучает античные манускрипты и артефакты, которые остались от высокоразвитой цивилизации. Она считает, что речь идет о расе, которая, вероятно, погибла в результате одного из великих потопов. Произошли семь толчков в морских глубинных, потрясших всю землю. Возникли цунами, землетрясения, извержения вулканов. Пепел заволок все небо и солнечные лучи не могли пробиться сквозь него. Такое описание мы можем найти в мифах почти всех народов. И до сих пор эти истории продолжают рассказывать. Это те события, которые произошли около 8 тысяч лет до Рождества Христова, в то время, когда могла существовать великая культура, которая создала карты и оставила прочие артефакты, свидетельствующие о великих знаниях. И за этим последовало полнейшее разрушение этой цивилизации. Но это не означает, что все было потеряно. Остались ведь карты, остались и знания. По мнению госпожи Пелех, некоторые представители исчезнувшей цивилизации выжили. Они описаны в древнегреческих и других мифах. Особенно близким к истине рассказам профессор считает античную поэму Одиссея. Боги в древних мифах это как раз представители этой высокоразвитой цивилизации. Потому что, например, Церцея, богиня, волшебница, она дает Одиссею очень точные рекомендации, как именно нужно плыть, каким путем, откуда она могла это знать. Чтобы дать такие четкие рекомендации, нужно очень точно знать маршрут. Но на чем основаны выводы профессора? Кристина Пелех исследовала средневековые карты морей, где изображены земли, которых сегодня на карте мира нет. Эти карты чрезвычайно точны и, скорее всего, скопированы с более древних источников. Прежде всего, карта турецкого адмирала Пирирейса, датируемая 1513 годом. Существует множество частей этой карты, которые были собраны, и на них указаны широты, на которых находился Атлантический океан. В 1500-е годы это было совершенно невозможно определить, потому как для этого необходим точный талон времени, хронометр. А хронометр был изобретен только в 1750-м. Эта карта еще интересна тем, что она отражает географические факты, в то время еще совершенно неизвестные. И еще поразительно, что на ней изображена часть Антарктиды, земля королевы Мод. Это может означать, что данная карта базировалась на более древних, которые датируются десятками тысячелетий до Рождества Христова. Можно себе представить уровень знаний математики, тригонометрии, естественно научных областей, которыми обладали их авторы. Это могли сделать только высокоразвитые цивилизации. Еще одно убедительное доказательство в пользу высокоразвитой цивилизации карта Хаджи Ахмеда, изготовленная в 1595 году. Там изображена часть суши, соединяющая Азию и Северную Америку, там, где сегодня Берингов пролил. Но, по данным геологов, в 16-м веке ее уже не было. Она исчезла 10 тысяч лет назад по окончании летникового периода и образовался Берингов пролив. Эти карты доказывают, что существовала высокоразвитая культура задолго до нашей цивилизации. Иначе просто нечто подобное невозможно было бы создать. И эти древние знания мы получили спустя тысячелетия. Но, вполне возможно, что это была не единственная культура до нас. Так, вблизи острова Янагуни в Японии были найдены подводные руины, которые являются также частью древней культуры. Эту находку сделали глубоководные археологи, потому как руины труднодоступны. На бокам их также найдена дорога Бимини. Конечно же, это все погибшие цивилизации. И если они могли мастить улицы такими огромными камнями, то это была, без сомнения, высокоразвитая культура. Очевидно, то же самое было и в Америке, и в Японии. По всему миру они существовали, но мы об этом мало что знаем, практически ничего. Существует версия, что Атлантида исчезла с лица Земли в результате падения астероида. Но когда это случилось? Известный ученый, доктор медицинских наук Эрнст Молдашев рассказывал нам, что во время экспедиции в Чили обнаружил каменную плиту, на которой, как он полагает, изображены очертания этого древнего материка. Его называли остров Платона. Он находится как раз там, где сейчас и располагается Бермудский треугольник. Там была очень большая суша, был очень большой остров. И в частности, вот как ни странно, вот вы не можете представить, значит, в Чили мы нашли древнюю карту, каменную карту, на которой был нарисован вот этот остров Платона. Вот он был совершенно четко нарисован, то есть огромный материк, огромный материк вот здесь вот в районе Бермудского треугольника. И вот на этом острове Платона и на Тибете, на Тибете вот здесь остались жить атланты, те, которые спаслись. Предположим, что это так. Но что тогда стало с атлантами после того, как они пережили первый поток? По версии профессора Молдашева, катастроф было несколько. Жители Атлантиды воссоздали свою цивилизацию. Однако после второго потопа достичь былого могущества и расцвета уже не смогли. Атланты заплатили дважды. Один раз 850 тысяч лет назад, второй раз 13 тысяч лет назад. И 13 тысяч лет назад это было последнее. И вот атлантов не стало, а люди, то есть мы, одичали. Появились, как я думаю, неандартальцы, там еще кто-то, еще кто-то и там подобное. И вот мы одичали. И постепенно, постепенно, за 13 тысяч лет назад обрели современный облик. Получим ли мы когда-нибудь доказательства и объяснения всем чудесам океана? Сегодня океан изучен намного хуже, чем космос. Океан занимает 4 пятых поверхности суши. То есть это больше, чем суша гораздо. И нашу планету надо было назвать океан, а не земля. И что там под водой? Изученных мест очень мало. И столько всего, я думаю, еще интересного. Если бы человек просто мог взять и посмотреть, просто пойти там по дну океанов, мы бы увидели, наверное, гораздо больше, чем видели до сих пор. А теперь давайте представим вместе. Глубина нашего мирового океана 11 километров. Это больше, чем самая высокая гора нашей планеты Эверест. А это значит, что давление на дне больше атмосферного в 1100 раз. Три тонны на квадратный сантиметр. Такая сила с легкостью плющит многоэтажный дом, скручивает в металлические фантики чугунные шпалы. По всем законам, живые существа не могут жить на такой глубине. И все-таки, как доказали ученые во время недавнего погружения на дно Марианской впадины, даже в таких невероятных условиях существует жизнь. Однако вопрос, какая она, пока остается без ответа. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. Но прежде чем попрощаться, напомню, что недавно в издательстве Эксмо вышла вот такая книга с названием «Территория заблуждений». В ней мы собрали наиболее интересные факты, версии, гипотезы ученых и исследователей, чьи взгляды не вписываются в классические представления об окружающей нас действительности. Книга уже в магазинах, но если кому-то не хватит, звоните, переключайтесь, потому что сейчас вас ждет пища богов. Будет вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok